Потому что есть разные люди, и кто-то действительно может спокойно к этому отнестись, а у кого-то это может оставить тяжелую травму на всю жизнь. Девушки отдыхают Четыре парня. Они громко смеялись и матерились, и видно было, что они прилично выпили. Проходя мимо нас, они уставились на Олю, и уже проходя мимо, один крикнул ей «Эй, ничего такая жопа, пошли с нами!» Остальные начали смеяться и тоже кричать подобное. Она обернулась на них, потом посмотрела на меня, но я испугался, ничего не сделал. Ну, возможно, в этой ситуации не стоило ничего делать. И, возможно, здесь просто сработал инстинкт самосохранения, который именно девушке был максимально неприятен, и я прекрасно понимаю, почему. Интересно, что чувак мог сделать против четверых пьяных жлобов. Нет, понятно, что он мог сделать. Он мог покривляться, построить из себя какой-нибудь герой. И если он не был чемпионом по боксу или по какими-нибудь еще единоборствам. Провоцировать на улице пьяных людей, это как минимум глупо. Просто я много всяких историй знаю, где-то там, типа, с такими смелыми людьми происходили очень нехорошие вещи. То есть слова остаются просто словами до тех пор, пока человек на них не реагирует. В данном случае парень поступил очень правильно, потому что он сохранил безопасность своей девушки. Прошли, прошли, все, как бы, ну, покуражились, они на завтра забыли это все. И чуваку об этом тоже помнить не стоит. Это неприятно, но порой надо поступить ему так. Мы встречались с девушкой пять лет. Очень любили друг друга. Моя карьера пошла в гору, и именно в этот момент она забеременела. Я уговорил ее сделать аборт. После этого наши отношения разрушились. В итоге мы расстались. Через несколько лет я узнал, что она вышла замуж. Они хотели ребенка, но из-за этого аборта она уже никогда не сможет иметь детей. Мне вот интересно, а вот автор истории, он расценивает аборт как убийство или нет? И он думает о том, а расценивает эта девушка аборт как убийство или нет? Потому что есть разные люди, и кто-то, ну, действительно может спокойно к этому отнестись, а у кого-то это может оставить тяжелую травму на всю жизнь. Ой, ну мне, наверное, сложно об этом рассуждать. Я потому что не женщина. У меня никогда, наверное, не будет счастья такого. Вынашивать человека под сердцем нового. Поэтому, не знаю, сложно сказать. Такие вещи, просто незапланированное рождение ребенка, возможно, оно, по мнению людей, может помешать их каким-то жизненным планам. И вообще, девушке, я думаю, что не стоило этого делать, как бы он ее ни уговаривал. И, видимо, она сама этого хотела раз, согласилась. Если все-таки это было абсолютно его решение, и он настоял на этом аборте, то, думаю, здорово, что они разошлись, и эта девушка в итоге находится с другим человеком. Наверняка более достойным. Я считаю, что это не особо критичная ситуация, потому что нужно принимать все то, что с тобой происходит. И все в этом мире не зря. Потому что есть куча одиноких, обездольных детей, которые тоже нуждаются в родителях. То есть, на этой ситуации она показывает то, что пространство, оно как-то само устанавливает баланс. Вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok